Мало что меняется в нашей жизни Даже если проходит большой отрезок времени Иногда заглянешь в архив, прочтешь какой-то материал и подумаешь Ну надо же, ну ничего не изменилось Вот попалась мне тут на глаза, выпала буквально из книжки Я взял с полки книжки Прибирался на книжных полках, взял книжку и выпала у меня из книги газета Великорос за апрель 2003 года Вот она, газета Апрель 2003 года Здесь обнаружил свою аналитику под названием Кремлевские провалы Смотрим, что здесь написано и попробуем сравнить с сегодняшним днем Что изменилось? 12 лет прошло Это же огромный промежуток времени для политики За это время можно провести колоссальные политические, экономические реформы Страну можно перевести вообще на другой виток развития И отсечь все, что мешает нашей стране Ну ведь ничего же не было сделано Посмотрите, насколько актуально Кремлевские провалы От падения в пропасть Россию спасает только благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура Ну именно это и было все время Сейчас она не так благоприятна Но все ведь очень сходно Тупик, в который попала Россия вопреки надеждам на возрождение После Ельцинского разгрома и предательства Оказался до боли знакомым Все как в ельцинские времена Напоминает об угнетении любого здравого начинания И о поддержке всего самого подлого По-моему это вот один в один характеристика нынешнего путинского режима Власть будет-то специально стремиться доказать Что ее интересы никак невозможно совместить с интересами народа Вот и лживые победные реляции с высоких трибун Разносящиеся по стране в условиях народного бедствия Тоже знакомы Действительно так оно и есть Экономический провал Объявление о том, что экономика четвертый год растет Ну теперь нам говорят, что пятнадцатый год или пятнадцать лет растет Лукавство и бесстыдство Разве у нас есть подъем производства? Или разве от этого подъема мы почувствовали, что стали жить лучше? Есть удачная ненечфтяная конъюнктура Поставляющая в руки правительству несколько случайных миллиардов долларов в год Но и это удача не впрок Нет сколь-нибудь заметных зарубежных инвестиций Результатов повышения деловой активности отечественного капитала Да и какая может быть вообще экономическая политика Если из страны ежегодно вывозится нескольких десятков миллиардов долларов Все, что мы успели заработать или продать по дешевке А приоритетом правительства являются не российские интересы А интересы западных кредиторов ельцинского режима Ну то же самое сейчас кредиторы только у корпораций, а не у государства А у корпораций это ведь тоже те же самые государственные чиновники Ну или аффилированные, как теперь говорят, аффилированные с правительством лица Ну то есть одна шайка-лейка При таком подходе может осуществляться только политика разрушения основ нашего экономического существования Это и происходит в течение 15 лет А тут вот говорилось про 4 года или 3 года 3 года путинской власти Сейчас 15, что изменилось Демографическая катастрофа Два года назад власть впервые признала вымирание нации В 2001 году действительно Путин в послании федеральному собранию Впервые обозначил эту проблему Признав ее существование Ельцин вообще об этом не думал Ельцинисты мимо пробегали А Путин как-то на новенького вдруг это обнаружил Работать некому на производстве Вообще страна вымирает Он ее обозначил Что-то изменилось с тех пор Мы как-то смутно вспоминаем, что есть такой материнский капитал Вот это все, что сделала власть за 15 лет Или если считать с 2003 года С момента выхода этой статьи Получается 12 лет Только вот материнский капитал А что изменилось? Фундаментальные изменения произошли В демографической политике нет Не произошли Признав, что демографическая катастрофа существует Власть создала в Министерстве труда специальную комиссию Которая целый год убила на констатацию давно известных фактов Никаких реальных шагов по предотвращению катастрофы Не делалось и пока не планируется Падение рождаемости в администрации президента Намерено компенсировать экспортом иностранной рабочей силы Как мы предполагали, так оно и случилось Причем озабоченность проявляется только по части легальной миграции Это значит, что осталось принять несколько законов Чтобы Сибирь и Дальний Восток были заселены миллионами натурализированных китайцев Это именно сейчас и начали делать путинисты Сдавать Дальний Восток и Сибирь в концессию Уже начали расплачиваться со своими зарубежными партнерами землей То, что мы предполагали, то началось именно сейчас Сначала завезли легальных и нелегальных мигрантов С такими небольшими группами по 10-15 миллионов человек А теперь распродают уже землю Потери 10 миллионов русских в прошлые 10 лет прибавятся еще столько же в ближайшие 15 лет Как мы сказали, так и получилось Даже больше потеряли за 10 лет, больше чем 10 миллионов человек Такие потери у русского народа благодаря путинскому правлению К концу же века русских вообще невозможно будет различить под толстым слоем Иных национальностей, нахлынувших в Россию Этот прогноз, скорее всего, реализуется, если мы не одумаемся И если мы не установим в России русскую власть Новые поколения будут столь же нежизнеспособны, как и нынешние Которые плодят 70% больных новорожденных А из школы выпускают уже почти 100% патологически больных молодых людей Вместо реальной борьбы с болезнями нынешнего руководства страны Намерено вести только мониторинг катастрофы Проводить всеобщую детскую диспансеризацию Кстати, проводится или нет, я что-то не слышал И от своих знакомых, у кого маленькие дети Я что-то про всеобщую диспансеризацию не слышал Напротив, все услуги платные И сейчас, как беречь здоровье ребенка с молодого, совершенно непонятно То есть даже этого не произошло Даже кроме, действительно, кроме мониторинга Они ничего не умеют Они разве что только фиксируют, что общество глубоко больно Ну, значит, и здоровье утратило А что поделать? Так оно и будет Капитуляция перед бюрократией Все те резкости, которые были высказаны президентом в послании Федеральному собранию 2001 года По отношению к распоясавшемуся чиновничеству Вылились лишь косметические меры по облегчению регистрации предприятий Ожидаемой кадровой революции не состоялось Президент предпочитает сетовать на кадровый голод И ничего не делать, чтобы этот голод утолить Расставить на ведущие посты в правительстве и собственной администрации Профессионалов верных России и связанных с преступлениями ельцинского режима Все 15 лет, так продолжаясь, как было тогда в 2003 году Все то же самое, те же самые кадры Практически ничего не изменилось Кириенко, Чубайс И вот люди такого типа, только такого типа, другого типа у них нет Они просто с другими не хотят иметь дела С теми, кто готов честно служить России Им не по пути, потому что они бесчестно служат Своим собственным интересам, клановым или личным Нас это уже мало касается Не проводится ли сокращение чиновничьего аппарата Перекрывшего по своей численности на душу населения Даже не виданы рекорды советского периода Что-то изменилось с тех пор, с 2003 года 12 лет, не изменилось ничего Сейчас, правда, тут в Москве объявили громко Что мы сократим чиновничий аппарат на 30% Я думаю, в результате он процентов на 10 увеличится Это тоже обычное дело Как только начинают сокращать Тут же аппарат начинает расти за счет каких-то других квот Капитуляция перед Америкой Разве сейчас не происходит? Вот посмотрим, как было в те годы Наши власти решили в очередной раз поверить в благие намерения США И превратили Россию в позорного сателлита мирового диктатора Сейчас вот по отношению к Новороссии Разве мы не действуем как сателлит? Именно так и происходит Никакой пользы России это принести не может Потому что одна из главных задач этого диктатора Уничтожение России Уступив Америке сердце Евразии Россия фактически согласилась И с уступкой своих стратегических позиций С распадом системы коллективной безопасности Отказалась от воссоединения своих исконных земель Действительно отказалась Ведь Путин не хочет ничего воссоединять Абсолютно Крым ему просто попал В руки, можно сказать, по Божьей воле Или по воле тех хозяев Которые продолжают им манипулировать Очень удобно было поднять рейтинг своего сателлита Чтобы он и дальше продолжал править Потому что под ним уже что-то закачалось А тут рейтинги взлетели И можно опять народу объяснять Что народ очень любит свое начальство Он на самом деле его не любит Но каждый почешет затылки и скажет Ну я-то не люблю, а остальные, вы же видите, как они голосуют Ну все голосования подделаны Мы же это прекрасно знаем Покрикивая на Тбилиси И не делая ничего против режима Шаварнадзе Уже полностью развалившего грузинское государство Россия допускает американское вмешательство В грузино-абхазский конфликт И размещение в Закавказье американских военных баз Мы знаем, что результатом всего этого предательства со стороны Кремля А была война И тоже не доведенная до конца Которая, в общем, разразилась случайно Когда как-то получилось, что все начальство было в отъезде Ну и фактически решение принимали не Путин, не Медведев А какие-то ниже стоящие, может быть, военные чины Может быть, только поэтому мы отбились А так бы откатились, вообще сдали бы Не только Южно-Осетию, но и Абхазию Впереди реализация планов постепенного отторжения от России к Калининградской области Введение военных контингентов НАТО в Прибалтику Отрыв Белоруссии от России И создание на Украине антирусского режима под протекторатом США Это писалось в 2003 году Все реализовано Именно то, что тогда предполагалось Реализовано все Белоруссия оторвана Она перестала быть надежным союзником Но с такими союзниками, как Российская Федерация имени Путина Действительно невозможно иметь дело В Прибалтику натовские войска вошли Натовские подразделения Украина стала антирусским государством Что еще? Калининградская область Продолжается кампания по отторжению Калининградской области Там тоже готовят такую же сепаратистскую группировку Какая развалила в свое время Советский Союз Здесь тоже сепаратистские настроения Были и тогда, и сохранились и сейчас И по факту, я думаю, что эта территория уже не вполне российская Не вполне Все реализуется, как было предсказано в 2003 году Налицо тотальный внешнеполитический провал власти И упоение ласковым тоном западных политиков Души нечающих в друге Володе От которого жаждут такой же политики Какую ранее добивались от друга Михаила и друга Бориса Сейчас что-то Путин начал немножко ерепениться Вот теперь его очень нехорошо называют в западных СМИ Но толку от этого нет Это просто игра Милые бронятся, только тешатся Поэтому нам в это верить совершенно ни к чему Завтра те же самые средства массовой информации Развернутся на 180 градусов У них это принято, как на бирже Качнулась конъюнктура, они тут же изменили тон И сейчас тоже сдадут Фактически за кулисами уже Новороссию сдали Потом еще будут бодаться вокруг Крыма Года 2-3, это тоже позволит Путину держать рейтинг высоко Потом сдадут и Крым Вот поверьте, сейчас 2015 год Вот может быть еще лет через 10 Эта передача как-то вспомнится И мы посмотрим и скажем Катастрофа была предсказана Вот она разразилась Точно так же, как мы в 2003 году предсказывали Вот эти катастрофические последствия Во внешнеполитической деятельности Все они состоялись Все состоялись Ну спрашивается, а чем занимался МИД Вот мы предсказывали и видим Что так и продолжается та политика Которая тогда была убийственной Почему в МИДе не произошли серьезные изменения Почему там изменники продолжают заправлять И почему продолжают ту же самую убийственную политику Почему? Может быть мы недостаточно активны Мы русские люди позволяем править Вот этим негодяям, которые проникли во власти И ведут предательскую политику Мы им позволяем разрушать Россию Не быстро, не одномоментно Не так быстро, как Ельцин Но с последовательностью и упорством Отъявленного врага Почему Министерство иностранных дел Это враги нашей Родины Почему так получилось? Почему все правительство Путина Это правительство, которое можно назвать только оккупационным Причем не просто оккупационным Который хочет что-то там изъять Из этой территории За счет этой территории поживиться За счет народа, который здесь живет Они хотят просто стереть с лица земли Эту территорию Высосать всю нефть И угробить весь народ Завладеть всеми богатствами, которые здесь есть Все, больше ничего Это оккупационное правительство Далее, разрушение нации Отчет о достигнутом высоком уровне общенационального согласия Опирается лишь на цифры доверия президенту России Которые в действительности отражают только надежды Все более призрачные и несбыточные В реальности мы видим последовательный курс Дозволяющий внутри страны разгул русофобии СМИ в сравнении с ельцинскими нисколько не изменились В реальности мы видим последовательный курс Дозволяющий внутри страны разгул русофобии И отсекающий русское зарубежье от России Это ведь действительно так По сути дела русского зарубежья уже нет Сотрясение воздуха, не более того Русский мир погиб при Путине Было довольно многочисленное Пророссийское население В приграничных с Россией территориях Сейчас ничего нет Сейчас и русское население уже поняло Что от Путина ожидать ничего не приходится И русские организации все распались От них почти ничего не осталось Провал Конгресса российских соотечественников Он тоже в 2001 году был проведен Теперь может рассматриваться исключительно Как запланированный итог, предусмотренный в высоких кабинетах Логичным было продавливание в парламенте закона о гражданстве Который вообще не предусматривает упоминания о соотечественниках Из той же оперы ускоренной выдачи новых паспортов лишающих народа России Какой-либо национальной принадлежности Вместо национального единства мы видим Новую версию мифа о русском фашизме Разве сейчас не то же самое? И все эти 15 лет правления Путина Разве русский фашизм это не была такая доминанта Провластной пропаганды Что вот якобы нам угрожает русский фашизм С ним надо активно бороться Смотрите какие страшные люди Они всех убивают Они всех ненавидят Какой кошмар Вот так вот Теперь инициатором кампании против так называемых скинхедов Стал общероссийский телеканал ОРТ Скинхедов с тех пор не осталось ничего Но вот всех русских, кто занимается политикой Всех примерно расценивают на один манер Что это враги, это русские фашисты, нацисты, поклонники Гитлера и так далее Есть конечно среди русских и такие чудаки Но нам представляют дело так Что все, кто занимает прорусские позиции Кто заботится о будущем русского народа Это и есть нацисты, фашисты и все остальные ругательства Какие только можно придумать через систему путинской пропаганды Все это вливают нам в головы А вы господа и уши развесили Вот вы так 12 лет с момента этой публикации Вы так с этими развешанными ушами И потребляете пропагандистский материал Который исходит из Кремля От ваших самых отъявленных врагов Есть конечно враги, которые подальше Там где-то за океаном живут Или за грозницами Российской Федерации Тут враг рядом Мы все живем и видим этих врагов России Каждый день по телевидению В каждом информационном сообщении Что-нибудь доесть И вы могли бы уже давно убедиться Что вами правят враги Но вам как-то все не в домек Вот как в голову людям вложить Что именно это произошло Захват власти врагами Которые устроили здесь оккупационный режим Как-то вот не получается Что через телевидение оказывается Можно доказать, что есть русский фашизм И это доказывалось неоднократно И такие развернутые кампании Проводились много раз Вот тогда, в 2003 году Тоже проводилась такая кампания Убийство русского считается теперь Просто преступлением Убийство представителя любого другого племени Еще и разжиганием межнациональной розни Ну уж всех пересажали Кто из вот этой уголовной братьи Нападал на лиц иной национальности Если таковых встречал на своем пути Всех пересажали Ну теперь надо уже сажать тогда по политике Чисто по политике Поэтому придумали экстремистское законодательство Оно именно экстремистское Не антиэкстремистское Экстремистское Они борются не с экстремистами Они борются с нормальными людьми Поэтому сами они являются экстремистами И авторы этих законопроектов Мы же знаем их в 2006 году Они начали разворачиваться в Государственной Думе И потом многократно усиливались Увеличили там сроки лишения свободы Штрафы и так далее И правоприменительная практика пошла просто потоком Мы как-нибудь начнем рассказывать о разных делах И какие аргументы эти люди высказывают Это такое впечатление, что в государстве произошел переворот идиотов Которые против нормальных людей организовали свою власть И теперь эти люди с недостатком интеллекта Просто сажают в тюрьму тех людей У которых этот интеллект хоть в какой-то части присутствует По крайней мере он выше интеллекта Тех экспертов, которые пишут всякий бред Тех следователей, которые подлечивают и возбуждают уголовные Или тех прокуроров, которые возбуждают уголовные дела Тех следователей, которые вместо того, чтобы закрывать уголовное дело Которое абсурдно Они наоборот его раскручивают дальше Судьи тоже, это люди, давно лишенные интеллекта Видимо за ельцинско-путинский период Такое количество невежд вырастили Что уже просто весь судейский корпус побит этим вирусом невежество Поэтому приговоры сыплются один за другим Один за другим Разрушение государства Попытка создать в России единое правовое поле Поначалу казавшееся успешной Полностью провалилась Сегодня с легкостью мыслях региональные парламенты Штампуют законы, противоречившие конституции С той же наглостью правят своими уделами Эта номенклатура наших внутренних республик С той же интенсивностью Расцветает коррупция и организованная преступность Генеральная прокуратура не собирается всерьез брать в оборот Олигархические группировки Осуществившие беззаконный захват ведущих отраслей российской экономики Как и в ельцинское время Всюду раздавлено местное самоуправление граждан Тритируемых погрязшей в пороках бюрократии Один к одному описывает нынешний день, 2015 год Разрушение армии Подъем духа в вооруженных силах, связанный с разгромом чеченских банд Сошел на нет Правительство вернулось к практике миротворчества Образца 1996 года Продолжилась реформа армии, связанная В основном с ликвидацией частей подразделений Планы ликвидации лучших образцов ракетной техники Шахтных баллистических ракет И наиболее диспособных сил ВДВ Продолжают действовать Перевооружение армии новейшими образцами Оружие отнесено в отдаленное будущее А у нас и сейчас показали какие-то макетные образцы Которые вывели на Красную площадь А реальное перевооружение где-то в отдаленном будущем Господа, 12 лет прошло 12 лет прошло, нам тогда обещали перевооружение За 12 лет перевооружение провели? Нет Все, что сделали, это показали макеты новой техники Еще неизвестно, какими характеристиками она обладает Она не поступила еще на вооружение Вот эти вот страшные танки Как будто из каких-то антиутопий Это же просто макеты Просто макеты, они необычно выглядят А что там с начинкой Какие там тактико-технические характеристики Никто не знает, не ведает У меня большое подозрение, что нам морочат голову Со всей этой новой техникой И действительно, она будет когда-то В отдаленном будущем Когда она будет? 12 лет назад ее не было И сейчас ее нет Свобода с вернословью Власть не просто разрешает разрушать национальное самосознание Распоясавшейся либеральной журналистики Власть рассматривает эту свободу надругательства над русскими Как свою стратегическую линию Антигосударственный пафос государственных телеканалов Федерального значения Порой оказывается даже более насыщенным Чем у частных каналов, контролируемых олигархами По-прежнему в России нет ни одной общедоступной русской газеты А единственная русская телепередача Русский дом Забивается на региональном уровне Отвратительными поделками провинциальных растлителей Умов и душ наших граждан Между тем, при попустительстве государства В России самыми современными методами Ведется разрушение традиционной морали Что-нибудь изменилось? Ну, чуть-чуть придушили сквернословия на телевидении Ну, посмотрите, как были Два федеральных канала, самых крупных Которые принимаются везде Набором пошлятины, потоком пошлятины Так они и остались За 12 лет не изменилось Ничего, те же самые сидят люди, которые и тогда управляли телевидением Они и сейчас управляют И вся эта пошлятина Это просто следствие того, что у них ум так устроен Это люди бессовестные, аморальные Они так и строят сетку вещания Из бессовестности и аморализма И всяких мыльных опер Раньше это были американские какие-то сериалы бесконечные Теперь это сериалы российские В основном бандитские Про бандитов, про бандитов, убийства, кровь Культ насилия, культ наживы Все это пропагандируется прямо или косвенно Везде Равноприближенность плутократов Помните, такой был термин Равноудаленность олигархов Олигархи вообще быть должны удалены Равноудаленно в тюрьму А тут они были у Путина так вот Равноудалены от его тела Но одновременно и равноприближены Поэтому равноприближенность плутократов Власть отстранилась от ельцинской плутократической группировки И создала свою Предпочитая не афишировать соответствующих порочащих связей Более того Образовался куда более тесный, чем в ельцинские времена Союз денежных мешков и бюрократии Который направлен на подавление экономической и политической Не только малоимущих слоев населения Но также и среднего класса И малого и среднего бизнеса Узкой группе населения позволено рассматривать Россию Как свою колонию Разве это не слова о современном режиме? Ничего не изменилось Ничего Партия тунеядцев Взамен ельцинской многопартийности Пость ельцинская бюрократия Изобрела для себя новую партию власти Которая вовсе не стремится Предложить России выход из тупика А просто служит механизмом оболванивания граждан И распределения парламентских должностей В узком слое бездельников и лжецов Образование В 1999 году единство из совершенно случайных людей Теперь выглядит совершенно не случайно И полная бездеятельность этой партии В сочетании с услужливой готовностью Голосовать по указке Кремля Также теперь может рассматриваться Как запланированное Новая Единая Россия Продолжает эту тунеядскую линию придворных холопов Все один к одному Как сегодня Как в 2003, так и в 2015 Выводы Сегодня со стороны Кремля Нет ни здравой оценки тяжести ситуации В которой оказалась наша страна Ни шагов имеющих действительно стратегическое значение Именно поэтому верные действия Сильно запаздывают И становятся непродуктивными Ввиду совершенных по ходу дела ошибок Так одна налоговая революция следует за другой А на деле происходит развал И дестабилизация экономической системы В политике одна инициатива сменяет другую Без всякой обратной связи Без оценки ситуации Без внятного прогноза на будущее Это о нашем дне На странной по жанру и содержанию Встрече президента с учеными разных отраслей Знания прозвучала декларация О намерениях власти Мол никаких прорывов у нас не будет А будет систематичная работа По многим направлениям В переводе с осторожного и невнятного чиновничьего языка Это означает, что русский народ будет Умирать в тяжелых муках В реанимирующих процедурах Ему отказано Вот было отказано в течение всех 12 лет Была систематичная работа Без всяких прорывов Работа по разрушению России Ничем другим, уверяю вас Ни правительство Российской Федерации Ни администрация президента Ни аффилированные с ними олигархи Не занимаются Они продолжают грабить и убивать нашу страну А мы продолжаем сидеть в том болоте невежества Которую они для нас придумали И мы как рабы в этом болоте пребываем До тех пор, пока не одумаемся Пока не перестанем любить начальство Которое на самом деле является Какими-то гауляйтерами, занесенными к нам Из зарубежных центров Где они, может быть, готовились когда-то Мы не знаем Их биографии подчищены Как в свое время чистили биографии генсеков Ну так теперь подчищают биографии высших должностных лиц Во всяких там ФСБ, которые за ними наблюдали Да вплоть до школьных журналов Которые просто переписывают И превращают сугубых троечников в отличников Вместо десяти сталинских ударов Вместо решительного разрыва с проклятием ельцинизма Мы вынуждены терпеть беспрерывную терапию Когда ни житья не дают, ни помереть спокойно Десять путинских провалов Это все, что мы получили за наши надежды последних лет И власть, похоже, из кожи лезет вон Чтобы эти надежды развеялись И на их место пришла ненависть Такая же, какую испытывало большинство граждан России К ельцинизму Ну вот только Крым помог Все остальное один в один У нас кругом Чечня, сказал как-то Путин Потом суета международных встреч Приучила его к другой оценке ситуации Путин заговорил о невиданном уровне общественного согласия О неизыблемости общечеловеческих ценностей Либеральных реформ, экономики В общем, начал повторять все то же, что говорил Ельцин И только когда либеральные экономисты Принесли президенту краткосрочный план С темпами роста экономики в 2-3% в год Меньше, чем в среднем в мире Путин потребовал других планов, более амбициозных И тогда премьер объявил о необходимости прорыва в экономике Позабыв прежнюю установку президента На отрицание каких-либо прорывов Путин, конечно же, понимает, что С нынешним положением в экономике выиграть Очередные президентские выборы ему будет непросто С чем идти к избирателям? С программой Грефа, которая предполагает, что мы догоним очень скромным подохоном граждан Португалии только через полвека? Нет, такая перспектива президента не устраивает А какая устраивает? Пока, как видно, Путин для себя этот вопрос еще не решил И вряд ли у него созреет какое-то решение Пока он остается в плену либеральных догм и ельцинского политического наследия Ну, Путин так и остался в плену ельцинского политического наследия А мы остались в той ситуации, в которой были в 2003 году Хотя колоссальный всплеск цен на нефть за этот период создал иллюзию благополучия в некоторых слоях общества Ну, немножечко дали возможность малому-среднему бизнесу развернуться Ну, теперь все это сворачивает очень быстро Ну, понимаете, может быть нам и дали такую возможность подзаработать на нефти Чтобы Путин правил дальше Чтобы у него не возникла мысль о кадровой революции Чтобы люди типа Германа Грефа или Анатолия Чубайса Были его ближайшими советниками и его опорой в повседневной деятельности Может быть ради этого просто подняли конъюнктуру рынка по нефти, газу и каким-то еще ископаемым Россия получила, Российская Федерация точнее получила дополнительные доходы Путин получил популярность от народа Потому что вроде как стала расти капитализация крупнейших компаний на внешнем рынке Эти крупные банкиры, крупные собственники пакетов акций типа Газпрома, Роснефти Стали радоваться и объединяться вокруг Путина Потому что он им фактически позволил торговать акциями, торговать воздухом за рубежом А почему им все это позволили? Мне сдается, что им позволили это точно по той же причине, почему отдали Крым Дали возможность нынешнему режиму, разрушающему Россию, длиться дальше Он будет длиться дальше, а Россия будет погибать Это очень ведь удобно А за те прошедшие с 2003 года 12 лет народ, конечно, бы уже прозрел Если бы не было вот этих подачек Если бы не была предоставлена возможность взять Крым просто так Вообще без каких-либо проблем И если бы на Россию не излился золотой дождь нефтедолларов Если бы этого не было, я думаю, что действительно Путин мог бы не выиграть следующие выборы Может быть, выиграл бы их не такой хороший человек, как нам бы хотелось бы Но, по крайней мере, это уже была бы совсем другая жизнь И олигархия, наверное, бы раскололась Потому что не было бы таких доходов огромных, которые предоставил ей Путин Видимо, что что-то здесь не так То есть мировая закулиса правит нами очень тонко и интересно Россия то любимый друг, то самый крайний враг Сейчас Обама объявила Россию одним из главных злых начал в современном мире Наряду с какой-нибудь там лихорадкой Эбола Вот теперь мы тоже представляем собой образ врага А что изменилось-то? Чем с нами расплатились? Ну да, мы получили эти нефтедоллары Получили колониальные товары, которые за эти нефтедоллары нам привезли Но мы не развили экономику, мы не перевооружили армию Мы не освоили огромные территории, которые у нас пришли в запустение в Ельцинский период Напротив, еще больше обнажилась территория России, людей стало меньше Зато на порядке больше стало легальных и нелегальных мигрантов Это уже чисто путинское начинание завести в Россию миллионы и миллионы нелегальных мигрантов Межнациональная ситуация обострилась, кто этим занимается? Это пропаганда, которая ведется через телевидение Это тоже уже чисто путинский проект, русский фашизм Это то, что он превратил в пугало для своих ближайших бояр Для либералов, для тех, кто в ельцинские времена боялся русских А теперь просто боится уже всех русских, как фашистов Любой русский, это же фашист Если человек знает о том, что он русский Если он собирается защищать Россию от предательства и воровства От коррупционеров, изменников То он фашист Он фашист, и это уже не изобретение гельцинизма Это уже путинская работа И представляете, вот за эти 12 лет, когда был сделан такой срез ситуации В 2003 году мы посмотрели, ситуация находится в тупике Нужны кардинальные меры Мы все это дело опубликовали После этого, в том же 2003 году, может быть, что-то как раз и появилась Какая-то подвижечка, поскольку возникла фракция Родина на выборах Родине позволили победить патриотическая партия впервые За все прошедшие 25 лет, с момента объявления о суверенитете Российской Федерации От Большой России, которая тогда называлась СССР Не было ни одной патриотической партии Ни одной, ни одной в российском парламенте И вот в 2003 году возникла партия и фракция Родина И через три года она была полностью уничтожена И это тоже уже была путинская работа Тут на Ельцинин списывать нельзя И с тех пор, с 2006 года, нет в российском парламенте Не то что фракции, ни одного патриота Ни одного, ни патриота, ни просто человека Который собирается защищать интересы русского народа Я таких не знаю Если бы такие люди появились Наверняка бы они обратились в русское национальное движение Они попытались найти бы какие-то контакты Но этого ничего нет Был Бабурин такой поставленный Сначала Дмитрий Рогозин был поставлен Смотрящим за патриотическим движением И присматривать там за Глазьевым В особенности во фракции Родины Потом Рогозина сочли слишком радикальным И передали все это дело Бабурину Бабурин тоже оказался слишком радикальным Даже такой человек, который на самом деле В общем, всю свою политическую биографию Сделал сначала на либералистических взглядах И попал в парламент Российской Федерации РСФСР тогда еще Как либерал, как левак с либеральной стороны А потом за счет КПСС За счет наследников КПСС За счет КПРФ Которая предоставила ему возможность Сформировать свою собственную фракцию Он был таким розовым патриотом Всегда был розовым патриотом Но он использовал все свои возможности перекрашивания Он был и куратором монархистов И куратором националистов Когда собирал партию народной воли И туда втянул остатки РНЕ И еще бог знает кого Он это сформировал, расформировал Создавал партию Потом своими собственными руками Уничтожал, превращал в общественное объединение Потом снова из общественного объединения Ему позволили создать партию Потом партию снова ликвидировали Это бесконечная деятельность Таких записных патриотов Подкремлевских Они, конечно, может быть иногда Отвязываются от кремлевских интересов Но в общем-то, они подкремлевские А больше ничего нет Больше нет Ни одной зарегистрированной политической партии Национально-патриотической Не существует Потому что так устроено законодательство И никакого представительства русского народа Нигде, ни в каких парламентах Ни в каких региональных парламентах ни в региональных парламентах, ни в федеральном парламенте, ни на местном уровне нет никакого представительства русского народа. Есть представительство чиновничества. Все, кто отправляет сейчас функции народных представителей, это чиновники. Они быстро превращаются в чиновников, если даже чиновниками до выборов не являлись. А зачем мы тогда ходим на эти выборы? Зачем мы оказываем доверие этим людям? Даже если у нас ходит 10%, им достаточно. Достаточно, чтобы только одни чиновники, а их порядка 10% в России. Чиновники пришли, проголосовали за самих себя, выбрали своих представителей и все. А сказали нам, что весь народ проголосовал. Может быть нам не надо на такие выборы ходить. Вот в этой газете, на которую я ссылаюсь, апрель 2003 года, тоже говорится о том, что зачем нам ходить на выборы? Зачем ходить на выборы, если все превратилось в свою противоположность? Если за профанацией политической системы России стоят интересы олигархов? Говорится именно об этом, что олигархи правят за нас, за нас с вами. Правят олигархи и используют законодательство для того, чтобы мы никогда не получили своих представителей во власти. И чтобы никто за нас не мог постоять, когда мы сталкиваемся с интересами чиновничества. И чиновничество уже сплотилось. Фактически это и есть партия Единая Россия. Партия чиновников. Все чиновники, даже если они не состоят в Единой России, то они с ней ассоциированы. Они все сплотились в единую партию чиновников. А партии граждан не существует. Вот нам единственный шанс стать партией граждан, это образовать русское национальное движение. Создать множество организаций. Ну уж у нас много лидеров, поэтому много организаций будет в любом случае. Но те, кто организует эти структуры, политические, неполитические, все равно, должны объединиться в коалицию граждан и противостоять коалиции чиновников. Мы должны победить эту коалицию чиновников, смести весь этот оккупационный режим. И тогда в этом случае граждане смогут обеспечить свое представительство. Чтобы и жизнь была обустроена так, как нравится нам, а не так, как нравится олигархам или вот этой сплоченной чиновничьей корпорации. Не устаю приглашать вас, дорогие зрители русских новостей, к тому, чтобы вы вступали в русские организации, искали их, находили и поддерживали всеми силами. Выходили на митинги, пикеты, писали листовки, поддерживали в социальных сетях любые выступления, инициативы. Поддерживайте все, что видите, поддерживайте. Даже если вы что-то не поняли, для чего там это все, особенно какие-то монархические инициативы. Кто такие монархисты? Бог его знает, какие-то чудики. Все равно надо поддерживать, потому что это часть русского движения. Вы просто чего-то не поняли в этом движении, но поддерживать все равно надо. Есть идеи совершенно завиральные, но вы завиральность не поддерживаете, а поддерживаете тех, кто выступает против чиновников, против чиновничьего класса, захватившего власть. То есть против самозванцев. Против бесчестных выборов выступайте. Они везде бесчестные. Не потому, что там какой-нибудь Навальный об этом сказал. Это было известно и в 90-е годы, что все выборы фальсифицированы, подделаны. Если кому-то из честных людей удается проскользнуть, или как вот в партии Родина удалось проскользнуть в парламент, то это регулируемая случайность. Регулируемая, потому что можно растоптать любого человека, или как целую фракцию, целую партию вообще ликвидировать, и от нее мокрого места, можно сказать, не осталось. Надо стойко преследовать свои интересы, интересы граждан России, русского большинства прежде всего. Русские прежде всего должны сплотиться, потому что все вот эти малые народности, национальности, они же все малые по сравнению с русскими. Они ничего не значат, они не способны на государственное строительство, они способны на сепаратизм. Это да, с сепаратизмом надо бороться, и вот эти этносепаратистские настроения надо всячески порицать. Но только русские имеют государственный строительный инстинкт, который приносит выгоду всем остальным тоже, всем остальным 15% нерусского населения. Русские должны сплотиться в русское национальное движение, национально-освободительное движение, если хотите. Мы должны избавиться от чиновников, которые признаков русской национальности не имеют, прежде всего в своем самосознании, но зачастую, как представители этнических кланов, они этого самосознания лишены просто в результате своего воспитания. А в результате своей так называемой профессиональной деятельности они лишились всякой связи с русским народом, русской историей, русскими национальными интересами. Поэтому их надо разогнать, их надо выгнать. Не так уж много надо выгнать, чтобы всех остальных заставить работать на Россию. Верхушка власти должна быть вышвырнута, должны быть расставлены люди с русским национальным мировоззрением на высшие должности. А дальше все обустроится, дальше потом будет плановая чистка, плановая кадровая ротация тех людей, которые затесались в систему власти в период эльцинизма-путинизма. Все это позволит и просто честным людям обрести смысл в государственной службе, потому что сейчас бессмысленно туда идти. Там ты станешь вором или предателем своего собственного народа. Другой роли там не предоставляется. И будет и кадровый рост, поскольку будет кадровая революция, и будут существенные изменения в экономике, которая освободится от олигархической монополии, от диктата чиновника, от чиновничьего рэкета. Очень многое мы можем изменить в нашей жизни. Достаточно избавиться от предательства и воровства, и страна расцветет. Уверяю вас, расцветет мгновенно. Это произойдет буквально какие-то 2-3 года стоит вот эту подлую братью ликвидировать, разместить за решетку у всех этих людей, провести громкие открытые процессы. Все это тоже нужно делать. Но это второстепенный момент. Главное это избавиться от воровства и предательства. Любой русский человек, честный русский патриот, если он попадает на какую-нибудь государственную должность, у него это главная задача. Все остальное задачи второстепенные, третьестепенные. Избавиться от воровства, подавить коррупцию. И избавиться от предательства своему долгу, которое сейчас распространено в чиновничьей среде, тотальным образом. Если вы сталкиваетесь с чиновником, вы всегда сталкиваетесь с врагом своего собственного государства, своего собственного народа. Как это может быть? Это не может быть. Государство погибнет, и мы вместе с государством. Вернуть государство, которое ты лишился, практически невозможно. Обычно народ погибает вслед за государством. Поэтому нам нужно установить свою власть. Русскую национальную власть. За это и боремся.